Эпиграф. Книжные новинки. Самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире Эпиграф. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 3 июля, 16.00 по московскому времени. В эфире передача Эпиграф. Это передача о книгах. Ваш Уотсман по современной литературе. Мы продолжаем вас знакомить с ведущими российскими издательствами. Сегодня прям радость у меня и счастье, потому что у меня замечательный гость сегодня в студии на радио Телос. Как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях главный редактор отдела современной русской прозы издательства Иксмо Ольга Аминова. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, гость долгожданный и очень, как вам сказать, очень ждал я этого эфира, потому что издательство, конечно, крупнейшее. И то, что издает так называемая первая редакция, редакция современной русской прозы, это то, что я всегда жду анонсов, новинок этой редакции. Я всегда жду и всегда читаю, конечно же, многие из них. И сегодня мы поговорим как раз о новинках издательства. Естественно, у нас будет книжная викторина. И сегодня в книжной викторине у меня две книги. Книга у ряда русской, премия «Русский букер» Александра Снегирева «Вера» и книга Александра Мелехова «Свидание с Ковзимодом». Совершенно замечательные две книги, двух замечательных писателей российских. И, значит, немножко о шорт-листе сегодня нашей передачи, о каких книгах мы сегодня поговорим. Конечно же, это будут книги, как мы уже анонсировали, издательство «Эксмо». И сегодня у нас будет, мы поговорим о новом романе «Единый Робин и Бабий Ветер», сборник 17 о 17-м. И о филологической нонфикшен, довольно слов, феномен русского языка, современной российской прозы. И, конечно, безусловно, вот будет разыгрываться книжный викторин. Итак, как выиграть эти замечательные книжки, вам нужно слушать прямой эфир. И за самый интересный вопрос мы вам подарим одну из этих замечательных книг. А если будет два замечательных вопроса, вот будет два у нас призера. Итак, ну для начала, конечно же, так как задача, наверное, передача о книгах эпиграф – это знакомство с издательством, то начнём мы с этого вопроса, да. И вот первый вопрос, на который я, конечно же, хочу задать моей гости. Расскажите, пожалуйста, какие книги выпускает редакция, да, и вот какие, на чём она немножко может про историю вашей редакции, да. Вы знаете, наверное, было бы не совсем правильно рассказывать о работе целой редакции. Это огромный дивизион, который состоит из нескольких отделов. И, в общем-то, редакция первая в издательстве «Эксмо», которая занимается только художественной литературой для взрослых, невероятно объёмна по выпуску книг и по жанрово-тематическому спектру. А было бы правильнее, если бы я рассказывала сегодня только о своём отделе, об отделе, в котором работают мои коллеги и я, отдел современной российской прозы. Он состоит из нескольких групп. Группа женской остросюжетной литературы, российской сентиментальной прозы и интеллектуальной российской прозы. А вот есть такой уклон у нас и по гендерному типу, и в негендерному, безусловно, потому что интеллектуальную прозу читают люди, и женщины, и мужчины разных возрастов. История простая. Издательство «Эксмо» — одно из самых крупных издательств. Оно не могло не издавать книги, серьёзные, обходить стороной интеллектуальные вопросы, решаемые в современной прозе. И поэтому среди наших авторов испокон веков, с момента издания, были замечательные лица. И Василий Аксёнов, и Георгий Владимов, и Людмила Улицкая, и Дина Рубина, и Людмила Петрушевская, Владимир Войнович, Юрий Буйда, Андрей Геласимов и многие-многие-многие другие. Виктор Олегович Пелевин, чью новинку мы сейчас ожидаем. И мы стараемся поддерживать тот уровень, который был изначально присущ в работе с такими интересными авторами нашим отделом, и привлекать и открывать новые имена, и это удаётся. Обновляется состав редакторский, обновляются представления о том, что может быть интересно новому поколению людей. Мы не забываем о наших постоянных читателей. Доходимся в постоянном развитии. Ну, раз уж вы затронули вопрос об обновлении редакторского в БУ, тогда уже скажите, пожалуйста, каковы обязанности, может, не обязанности, в чём состоит миссия редактора в издательстве, что он делает и за что отвечает? Ну, обычно первая ассоциация у людей – это человек, который читает много книг и занимается редактированием. Это всё, чем он занимается? Знаете, вы задали прекрасный вопрос. Одна моя знакомая сказала, везёт тебе, читаешь книжки, тебе за это ещё деньги платят. Вы знаете, позиция и функционал редактора современного значительно отличается от того функционала, который был у редактора, например, советского времени. Вот я задам вам вопрос. Знаете ли вы, кому посвятил свой роман «Факультет ненужных вещей» Юрий Домбровский? Я помню, что редактору. Да, Аси Берзер, редактору «Нового мира». Это было с чем связано? С тем, что роман, который не был опубликован в течение длительного времени в Советском Союзе, она постоянно пыталась пробить. Она делала всё возможное для того, чтобы читатели увидели, услышали, прочли. И это безупречное в художественном отношении произведение, инновационное по проблематике. Не всегда это получалось. Но внимание редактора к структуре текста, к работе автора над словом, к попытке сделать публикацию были невероятными. Сейчас редактор не испытывает трудностей пробить публикацию текста, но у него другие задачи не менее важные. Редактор сегодня – это проектный менеджер в том числе, потому что он отвечает в конечном счёте за продажи той книги, которую он нашёл, которую он сделал и которую он продал. Он не стоит на кассе, он не ходит, как корабельники по электричкам с продажей книг, но он отвечает за создание продукта. Что я имею в виду под продуктом? Я понимаю, что для многих звучит ужасно, когда идёт разговор о книге. Книга и продукт. Я всё время говорю, книга – это экзистенция плюс маркетинг. Он создаёт вместе с художником обложку, он вместе с верстальщиком и художником создаёт внутренний макет, он вместе с автором работает над структурой книги, над содержанием её, дорабатывает, если есть необходимость, какие-то сюжетные моменты. Он работает с литературным редактором, который убирает все шероховатости текста. Он работает в тесном союзе с корректором и с автором по устранению каких-то опечаток, ошибок. Но при этом он прекрасно понимает, по какой цене должна выйти эта книга, на какую аудиторию она должна быть рассчитана, какую коммуникацию нужно организовать с этой целевой аудиторией, чтобы книгу увидели, чтобы донести информацию о ней. И поэтому эта задача невероятно сложная. Ну вот, дорогие друзья, если вы думали, что у вас хороший русский язык, и вы любите читать книгу, то вы можете быть редакторами, задумайтесь, нужна ли вам такое поприще нелёгкое. Ну, естественно, те вопросы, которые задавали нам наши радиослушатели перед эфиром, львиная доля этих вопросов можно свести к одному вопросу, который, наверное, вам уже надоело, но я всё равно его вам задам. У меня уж такая задача сегодня. Есть ли рецепт бестселлера, спрашивают наши радиослушатели, как вообще, как он рождается? Можно ли просчитать это появление бестселлера сегодня в современном книжном мире такой очень насыщенный информационно, да, вот очень даже перенасыщенный новинками? Вопрос сложный, на него можно ответить и утвердительно, и отрицательно. Скажем так, что мы знаем, из каких составляющих состоит бестселлер. Это потенциальный, да? Потенциальный бестселлер. Ну, начнём с того, что априори это должна быть талантливо написанная книга, а что там должна быть актуальная тема. Совершенно необязательно искать новую, да, все темы старые. Важно найти тот аспект, при котором старая тема зазвучит по-новому. Ну, вот возьмём, к примеру, любого автора. Возьмём, например, вот я принесла сегодня для награждения книгу Александра Снегирёва «Вера» или Александра Мелехова «Свидание с Квазимодо». Ну, вот тема красоты, да? Тема красоты старая? Старая как мир. Ну, Калагогатию, помните, у античных греков, которые считали, что раз красив, значит, духовен, да? Да. А помните стихотворение Заболоцкого о том, что есть красота, то ли огонь, мерцающий в сосуде, да, то ли это внешняя привлекательность. Александр Мелехов обращается к этой теме вновь, но решает её совершенно по-другому, да? И вот этот новый подход, умение по-новому взглянуть на привычное, это тоже одна из составляющих бестселлера. Далее. У книги должна быть обращенность к очень широкому кругу читателей, потому что само слово «бестселлер» — это всё-таки лучшие продажи, а лучшие продажи — это большие продажи. Соответственно, это должен быть большой тираж и возможность быть раскупленным большим количеством людей. Так вот, тема, сюжет, образ героя, содержание книги должно нравиться не маленькой кучке людей, а большому количеству людей. Это третий или четвёртый пункт, да? И, в общем-то, я могу перечислять, 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 но я скажу ещё одну маленькую добавочку. Вот есть такой известный маркетолог Котлер. Он вывел законы правильного маркетинга. Он, например, говорил о четырёх пи — product, promotion, price, price — цена, продукт, место продаж, коммуникации, которые совершаются по продажам. Потом он придумал ещё несколько пи и говорил, например, что уже 14 пи, а в конце добавлял, ну, есть ещё одно на букву п, помолись. Так вот и здесь мы можем всё сделать, но ничего не произойдёт. Вот все составляющие бестселлера будут, а книга останется не такой высоко тиражной или тираж её не будет раскуплен. Потому что у каждого автора, как и у редактора, есть своя судьба. И одному судьба стать великим, а другому нет. И я хочу, чтобы вы поняли, бестселлер — это не обязательно лучшая книга. Бывают прекрасные книги, у которых нет блестящей истории продаж. Поэтому можно быть любимым немногими, но главное — быть любимым. Да, замечательно. Я ещё подумал, знаете, вспомнил про… Есть ведь многие так называемые бестселлеры, да, в которые очень много вложили, был большой промоушен, она действительно хорошо продавалась, но как только перестали вкладывать деньги, про них уже и не помнят эти книги, да. И были книги, которые самотёком пришли в издательство, в них практически не вкладывали в рекламу, и они сразу же становились бестселлерами, потому что попадали в какую-то болевую точку поколения и взрывали всё. Люди их передавали из рук в руки, перепечатывали, да, вот просто чуть ли не вручную переписывали. Вот это действительно. Мне кажется, что книга — это всегда священное действие. И, конечно же, человек, который в этом священное действии священник, редактор в виде первосвященника книги, это совершенно уникально, мне кажется. Да, вы абсолютно правы, и поэтому мы, редакторы, зная алгоритм, всегда понимаем, что может сработать совсем не то, на что мы делаем ставку. Вот на мой взгляд, «Похраните меня за плинтусом» Санаева — это абсолютный бестселлер, да? И для раскрутки, в общем-то, ничего особенного не понадобилось. Но эта книга читаема, передаваема уже из одного поколения в другое. А кто мог предположить? Да мало кто, наверное. А вот так случилось. А бывает, книга со всеми потенциалами бестселлера, и не пошло, и не произошло вот этой вот химии между читателем и автором. Да, искра всё-таки между книгой. И вот то, что Новиков, замечательный наш литературет, называет роман с романом, вот он должно произойти, да? Красные слова. И, конечно, вот сейчас хочу перейти уже к первой книге. Вы как раз упоминали о тех авторах, которые ваш отдел издавал, и издательство «Эксмо», это автор издательства «Эксмо», Дина Рубина, без, скажем, совершенно не без всякой скромности, можно сказать, что книги Дины Рубины часто встречают очень широкий отклик в читателях. Бывают дискуссии, да, и книги вызывают дискуссии. Вот новинка от Дины Рубины, это всегда новинка от Дины Рубины. Она в любом случае, читатели интересуются, ждут. Вот новая книга от Дины Рубиной «Бабий ветер». Во-первых, о чём эта книга, и почему же всё-таки «Бабий ветер», о чём же всё-таки эта книга, и чем она интересна сегодня? Вы когда представляли меня, сказали о том, что сегодня пойдёт разговор о нескольких книгах, в том числе о романе Дины Рубиной «Бабий ветер». Я хочу уточнить, это не роман, и автор настаивает на том, что это повесть. Другое дело, что по объёму она действительно тяготеет к роману. Дина Рубина признаётся в том, что она давно в долгу перед женщиной. Ей давно очень хотелось написать что-то, что сказала бы о проблеме женщины, которая так и не решена, несмотря на, так скажем, значительные шаги в развитии цивилизации. Что женщина по-прежнему чувствует себя одинокой и незащищённой. И вот «Бабий ветер» — это повесть, которая воздаёт должное женщине. Центральная героиня этой повести — пилот воздушного шара, для которого «ветер» — понятие чрезвычайно важное. И героиня состоит в переписке с писателем. И, в общем-то, вся повесть — это письма, это монолог, это вообще невероятно сложная вещь. И кто-то сказал Дине Рубиной, ну, ощущение, что вы читаете соцсети, столько там от себятина. А Дина Рубина сказала, так вот вы попробуйте создать такое поле, которое полностью будет составлено из монолога женщины, которая не пытается быть интересной, красивой, умной, а которая говорит только правду. И это может не получиться. Правда, а женщина — это страшная штука. Это страшная штука. Героиня пишет письма своей приятельнице, писателю, якобы для будущей книги. И писательница очень интересует, кем работает, как устроен ее быт. Ее интересуют детали ее профессиональной деятельности. На тот момент, когда героиня переписывается с автором, она уже не пилот воздушного шара. Она работает косметологом. Она работает косметологом в Америке. И эта должность, эта профессия требует огромное количество дипломов, и медицинских в том числе, огромное количество сертификатов, потому что деятельность косметолога у них почти как деятельность врача. И героиня, рассказывая о том, как устроена ее работа, рассказывает также о людях, которые приходят к ней в салон. И мы все прекрасно знаем, что парикмахер, косметолог вызывают в клиентах желание поделиться гораздо чаще, чем близкие друзья. Потому что срабатывает эффект попутчика. Сегодня я тебя вижу, а завтра я тебя не вижу. Ты услышал, посоветовал, посочувствовал. Мне, в общем-то, больше ничего от тебя не нужно. Вот, кстати, общих кругов социальных часто нету, да, и поэтому легче открыться. Совершенно легче открыться. И открываются порой в таком, в каком нир откроются ни маме, ни любимому человеку, ни подруге. Героиня, бывший пилот воздушного шара, прекратила летать. Случилась трагедия в ее жизни. Но как человек, знающий розу ветров, она пишет о себе, что вот перескакиваю с одного на другое. Как однажды сказал мой бывший муж, мой покойный муж, я человек бабьего ветра. Я не помню, близко к тексту. Но рассказывает о том, какие есть ветра. Есть ветра мужские, северные мужичи ветер, например, в Ростове-на-Дону. Баргузин, байкальский ветер. Есть ветер сильный, есть слабый. У каждого ветра есть свое название. А на Дальнем Востоке есть бабий ветер. Он бывает очень редко. И когда этот ветер дует, сухой, легкий, все женщины выносят сушить белье именно на этот ветер. Он полощит это белье. И оно очень быстро сохнет. И вот эта быстрота, легкость, в чем-то поверхностность синоним вот этой женственности, которая есть в каждой из нас. Повесть потрясающая. Она вызывает катарсис. Я считаю, что успех произведения большей частью зависит от того, читаем мы, отдаваясь эмоционально, книге или нет. Вот этой книге можно отдастся всецело, переживать драму героини как свою собственную, испытать сильнейшие чувства, потрясения, испытать наслаждение слогом и стилем автора. Спасибо. Действительно, новинки от Дины Рубиной очень интересны всегда. И, безусловно, они всегда находят отклик о женской части, читательской. Я не совсем с вами соглашусь. Мужчины тоже очень. Вот у меня, например, среди друзей есть доктор физико-математических наук, профессор, который ждет каждую новинку Дины Рубиной. Во-первых, он считает ее одним из лучших мастеров художественной прозы. И я с ним в этом согласна. Знаете, однажды в частной беседе с Викторией Самойловной Токаревой я услышала следующую фразу. Дина может все. Так вот, перу Дине Рубиной подвластно все. Она может изобразить все, что угодно, так, что вы и увидите, и услышите, и почувствуете, и у вас будет работать и обоняние в этот момент. Это мастерство дано единицам. У Дины Рубиной это мастерство есть полна. У нее нет неточных слов, понимаете? У нее всегда точные эпитеты. Она четко слышит. И вот эта вот связь между рукой, между слухом и образом у нее самая органичная. Ну да, безусловно, наверное, одним из самых признаков ее прозы, это ее красивый, очень сразу узнаваемый язык. Поэтому мы, конечно же, Рубина любим прежде всего именно за это, что она мастер слова. Ну что ж, я предлагаю сделать небольшую паузу, вздохнуть, наполнить наши телефоны прямого эфира. Я напоминаю, что вы можете выиграть книги от издательства «Эксмо». Это роман Александра Снегирева «Вера» и Александра Мелехова «Свидание сквозь моды». Если вы зададите самый оригинальный, интересный вопрос. Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть вайбер или ватсап, пишите нам на номер плюс 7 977 850 09 96. Мы продолжаем передачу о книгах «Эпиграф» и от Дины Рубиной мы приходим к другой новинке. Новинки, скажу честно, очень интересные лично для меня. Это сборник рассказов 17 и 17. Ну, вы, наверное, догадываетесь, дорогие друзья, почему все-таки 2017 год, 1917 столетие революции. Это не сборник исторических исследований, это, скажем, рефлексия современных русских писателей о Октябрьской революции. Кто-то вспоминает это, кто-то переосмысливает это, кто-то воспринимает это как трагедию, кто-то воспринимает это как самое великое событие. В любом случае, те имена, которые есть в этом сборнике, там есть уже и маститы известные писатели, это и Ира Васильевич Буйда, и там Виктор Пелевин, есть и «Молодые», Платон Беседин, Лиса Ганиева. Ну, я вот предоставляю все-таки практически автору этой книги, автору в том, вот не в плане того, что она написала, что это благодаря замечательному редактору Ольге Амининовой в том числе и появилась эта книжка. Вот расскажите о ней, пожалуйста. Вы знаете, это появилось в моем отделе, но редактором, составителем являюсь не я, а замечательная Лера Ахметьева. Вот, и ее трудом были собраны эти рассказы. Но начать я разговор об этой книге хотела бы с небольшой преамбула. Когда-то, до того, как мне стать редактором, я преподавала в университете современную российскую прозу, в том числе и историю русской литературы рубежа 19-20 веков. И одним из самых ярких семинарских занятий всегда, на всех курсах, в разные годы, когда я преподавала, было занятие, посвященное революции, ее отражению в прозе художественной и публицистической писателей-современников. Вспомните письма к Луначарскому Короленко, вспомните дюжину ножей в спину революции Аверченко, вспомните несвоевременные мысли Горького, вспомните статьи «Интеллигенция и революция Блока», «Петербургские дневники Зинаиды Гиппиус», «Окаянные дни Бунина», я могу перечислять. До того же Горького «Жизнь Клима Семгина», например. Это художественная, да, совершенно верно. Вот было резкое разделение на людей, которые сочувствовали революции, я их не назвала, но они всем известны, да, возьмите самую главную фигуру Маяковского, и группу людей, которые не принимали, при всем при том, что изначально, может быть, были настроены по отношению к революции благоприятственно, позитивно. И вот эта антитеза, она же, по сути дела, разорвала, разбила общество на два лагеря. Именно поэтому произошла гражданская война. И драмы, которые посеяла революция, были страшны. И как бы мы ни относились к революции, как бы мы ни разделяли ее идеальный вариант, ее реальное воплощение, мы знаем, что последствия были страшны, длительны, и мы их ощущаем до сих пор. И когда мы поставили перед собой задачу посмотреть, а как сегодняшний писатель оценивает революцию, мы всегда помнили о том, как относились к революции предшественники. И когда мы начали собирать рассказы в эту книгу, мы подумали, а вот мы сейчас возьмем и разделим эту книгу на два раздела. Простите за невольную тавтологию. Вот в одном разделе будут апологеты революции, в другом разделе будут те, которые против нее. Не получилось. Понимаете, отношение к революции сейчас еще более сложное, чем было тогда. И сказать, что вот один абсолютно за, а второй абсолютно против, нельзя. Тогда мы решили, что вот сейчас мы возьмем точку зрения людей, писателей, которые состоялись, как писатели стали известные, начиная с 90-х годов, и возьмем генерацию писателей, узнавание которых произошло в 2000-х годах. И посмотрим, есть ли тут отличия. И обнаружилось, что и тут не все так просто. И тогда мы пошли по третьему пути в организации. Мы просто навсего начали этот сборник именами более известных авторов и продолжили именами менее известных, но не менее талантливых и не менее интересных. И получился вот такой вот микс. И рядом с рассказом, в котором говорится о том, что идея революции прекрасна, воплощение ее оказалось ужасно, и последствия ее ощутимы и сейчас, может быть рассказ о том, какая трагедия, какая драма произошла из-за революции в 1917 году. Вот все рассказы говорят о сложном отношении к революции. Вообще очень интересно. Я когда читал этот сборник, среди них много моих замечательных знакомых и друзей, это у меня такое впечатление, что меня просто заперли в какой-то гостиной, где люди с жаром и пылом спорят друг с другом, что такое революция. И вот эта рефлексия, удивительная перекличка поколения, например, там Юрий Васильевич Буйда, который показывает, что в принципе революция явилась следствием каких-то внутренних изменений в человеке и в обществе. Алиса Ганиева, которая воспринимает революцию как какой-то театр абсурда. Валерий Бачков, который воспринимает революцию как какую-то мерзость и бунт, и какой-то такой шабаш. Вот тот же Александр Мелехов, мудрец и поэт. Это совершенно, кстати, замечательный рассказ, где есть такой герой, напоминающий Игоря Северянина. Даже у него там Борис Яковлевич Нордин, он там с такой... Нордин. А, Нордин, да. То есть вот с таким парафразом на Северянина. Есть Платон Беседин, который через революцию видит актуализацию, что это все происходит до сих пор, и мы как общество не успокоились. Это до сих пор все бурлит в нас. И это до сих пор все... Общество до сих... Революция, грубо говоря, живет и продолжает развиваться и в какие-то процессы превращаться. Безусловно. Мифология. Мифология живет. Возьмите рассказ Ирины Муравьевой «Как мой дед брал зимний». Девочка для того, чтобы придать весу собственной персоне. Для того, чтобы сделать себя интересной для класса и для учительницы. Рассказывает одной из своих подружек по секрету о том, что ее дедушка, тот, кто брал зимний подружка, рассказывает об этом. И во что это выливается. Вот миф причастности к революции и его оценка, и оценка революции, в том числе, потрясающий, на мой взгляд, рассказ. А вот вы сказали о священных костях контрреволюции Юрия Буйда. Вы знаете, мне кажется, что вот один из самых показательных этих рассказов у Буйда. Братья Черепнины. Два родных брата, которые оказались по разную сторону баррикад. Один за революцию, второй, который идет от религиозной, народной линии против революции. И вот эта схватка обернувшейся трагедии создана блестяще совершенно автором. Любопытный сборник рассказов. Скоро выйдет второй. Будет называться «Дюжина слов об октябре». Такая отсылка к Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции». У нас «Дюжина слов об октябре». И оформление будет похожее на это же. Там тоже звездные авторы. Там и Дина Рубина будет, и Варламов, ну, в общем, Геласимов известные. И неизвестные, но не менее талантливые писатели. Да, но в любом случае, я считаю, что этот сборник, во-первых, его можно читать спокойно. И если вы, дорогие друзья, я обычно слушаю ворчание, я не читаю современно-российскую прозу, в ней нет ничего хорошего. Я смело вам могу посоветовать этот сборник, почитайте его, и после этого, по крайней мере, честно, вы не можете сказать, что в российской прозе ничего хорошего нет. Это, по крайней мере, даст вам представление о поколенческом наполнении сегодня мейнстрима современной российской прозы, и в том числе о разности взглядов на жизнь и очень интересном таком коллаже того, что такое современная российская проза. Но я предлагаю перейти к следующему сборнику, и, честно говоря, я вам хочу сказать по секрету, этот сборник наиболее, вернее, даже сборником я его назвал как-то сильно, да, это скорее не сборник, сколько исследование. Это исследование, конечно. Да, и у него есть автор, просто как сама Юлия Чербинина говорит о том, что у нее были соавторы, современные российские писатели, он называется «Довольно слов. Феномен языка. Современная российская проза». Вот немножко расскажите про сборник, про автора, ну, про книгу, не про сборник. Вот смотрите, важно не просто жить, важно жить осмысленно, важно не только писать, но и осмыслять написанное. И вот, на мой взгляд, Юлия Чербинина, профессор Педагогического Московского университета, доктор филологических наук, она сделала эту попытку. Ее делают многие специалисты, и именно поэтому существует литературный критик, литература ведения, но так, как это сделано Юлией Чербининой, не сделал никто. Она не стала вешать ярлыки на писателя, она не стала писать, читать, не читать. Она попыталась разобраться, что собой представляет сегодняшняя среда, в каком мире мы живем, что для нас счастье, и что несчастье, как чувствует себя человек сегодня в нашей жизни. И пошла она в ответе на эти вопросы через анализ художественного текста, и анализируя нынешнюю реальность, запиаренную реальность, бубли мир и прочее, через язык художественной прозы, язык Пелевина, Прилепина, Алексея Иванова и многих-многих других авторов. Но достоинством этого исследования является еще и то, что в качестве соавторов Юлия Чербинина пригласила этих писателей поразмышлять о литературе. И поэтому на страницах этого исследования вы можете ознакомиться с представлением о том, что есть язык литературы, сегодняшней современной литературы. Всевлада Бенниксона, Павла Крусанова, Александра Мелехова, Алексея Иванова, Платона Беседина, Антона Секисова, Денису Гуцко и многих-многих других. Такой вот хор. И мы собираемся продолжать эту серию, мы собираемся продолжать сотрудничество с Юлией Щербининой, у нее есть замысла новых книг. Но уже готова вторая книга в этой серии, филологический нон-фикшн, эта серия называется. Продолжателем этой серии являются два замечательных, я не побоюсь слова, всемирно известных автора, Михаил Наумович Эпштейн и Сергей Юринин. Они написали энциклопедию юности. Потрясающий, правда? По сути дела, это автобиография, которая расположена по алфавиту. И авторами, соавторами взяты те темы, которые наиболее важны были для них юных. Юность их пришла на конец 60-х, начало 70-х годов. И понимаете, это такое выстраивание тезауруса, выстраивание понятий, которые были дороги для того поколения. Размышление о них такое идеологическое, не всегда совпадающее в точке зрения, очень часто расходящееся. И далее мы будем продолжать эту серию. И уже готовятся книги Евгения Анатольевича Попова. Это будет совсем несколько иной жанр, но тоже филологический. Льва Прагунова, известного актера. И так далее, и тому подобное. Следите за этой серией. Ух ты, Лев Прагунов вообще очень интересно, что он может в этом, не знаю, жанре, что ли. А вы знаете, он же пишущий человек. Да, да, конечно. И у него вышла таким маленьким тиражом книжечка об одном из поэтов, литературных деятелей его эпохи. И вот мы посчитали необходимым эту книжку издать и сделать ее доступной для широкого круга читателей. Да, очень интересно. Я хотел бы немножко к книге Щербинина вернуться, да, довольно слов. И очень... А там вообще очень... Сама книга построена как какой-то увлекательный филологический квест, да, потому что она берет основу ведущих, наверное, известных, да, российских писателей и погружается в язык, да, и показывает... Они перекликаются, спорят друг с другом, да, показывают вот эту языковую среду. Это что мне было интересно, да. И она идет по пути усложнения. Там четыре части. Четвертая часть – это прямая речь. То есть сами, да, вот сами писатели высказывают свое мнение о языке, да. Там прямая речь идет и после первой части. То есть после каждого раздела идет прямая речь. И этим интересно. Да, и там очень интересно, что тексты очень разные, да, текст, который просто показывает, как как речевая культура, да, современная речевая культура отражается в современных романах, в современной прозе, как современная проза начинает конструировать, да, вот лингвистический роман, создавать лингвистический роман, играть на аллюзиях языковых, да, и потом усложняя, как через, там, следующий уровень, да, как через лингвистический, как лингвистический роман превращается в в культурологическую матрицу такую, которая поднимает какие-то очень важные философские событийные, бытийные вопросы. Вот мне кажется, это действительно уникальное издание, и, наверное, это то, что я крайне, например, рекомендую нашим радиослушателям, которые... Кстати, вот я хотел задать вопрос. Филологический нонфикшн, казалось бы, он для специалистов написан. Найдет ли он отклик у широкого читателя? Как вы думаете? Ну, вы знаете, очень широкого нет, потому что далеко не все живут осмысленно. И у кого-то нет потребности осмыслять прожитое, уж тем более осмыслять литературу или язык. Но люди думающие, люди, которым интересен современный литературный процесс, это совершенно не обязательно студенты филологических факультетов, журналистских факультетов, совершенно не обязательно преподаватели или литературные критики, но это все те, которым интересно читать, и читать о прочитанном в том числе. Видеть литературу не только своими глазами, но и глазами специалиста. Мне кажется, это будет интересно. Ну и не только, которые видят в литературе не только развлечения, сейчас очень, да, большой крен именно в это бывает. Это не развлекательная проза, да, это не художественная проза. Это все-таки соединение популярной литературы и специальной литературы. И вот вопрос у меня все время вертится, что называется, на языке. Я вообще ощущаю такое, у меня есть такое ощущение, что издатели, те, кто занимается современной интеллектуальной прозой, это просто для меня какие-то проповедники-миссионеры. Потому что ведь это как раз не то, что расходится многотысячными тиражами, да, это имеет определенно узкий иногда круг читателя. Это узкая аудитория, да. Вот почему вы считаете, нужно сегодня публиковать интеллектуальную прозу и вкладываться в это? Нужно ли это делать? Да даже вопрос такого не стоит, понимаете? Конечно, нужно. Скорость развития у человека, у людей, у писателей разная. Сегодня этот автор может быть кому-то непонятен, но ведь он вполне возможно опередил свое время. И вырастет другая генерация читателей, которые скажут, боже мой, вот он, он уже давно об этом сказал, он поставил эту тему, он стал притечей моих размышлений, или он показал, что я двигаюсь в правильном направлении. А интеллектуальная проза – это то, что развивает, это то, что указывает вектор дальнейшего развития литературы и общества в целом. И без этого нельзя. Ну, я ожидаю таких иронических замечаний, что да можно без литературы обойтись. Да, в общем-то, можно без всего. Но качество жизни при этом будет совершенно не то. Я все время доктора Латсона вспоминаю в его полемике с Широком Холмсом. Боже, как же скучно и ужасно жить в мире, где не с кем поговорить о литературе, искусстве и музыке. В любом случае, я-то всеми фибрами за то, чтобы интеллектуальную прозу не просто публиковали, но и вот она находила все больше и больше своего читателя. И этот читатель рос и больше, скажем, она становилась более востребованной. Вы знаете, я как-то верю в то, что будет рост читательского интереса к интеллектуальной литературе. Вот смотрите, что происходит. Ну, понятно, что, возможно, это связано с курсом валют. И у большого количества россиян нет возможности сейчас путешествовать. А привычка к переимене мест, к удовлетворению культурного голода, визуального голода уже сформирована. И поэтому наши соотечественники стали охотнее и чаще ходить на все культурные мероприятия, которые проводятся в стране. Посмотрите, какой ажиотаж каждая выставка вызывает. Вы не всегда можете купить электронные билеты, записаться в очередь, да? Будь то выставка художников эпохи Ренессанса, венецианцев сейчас музей там, или выставка Серебряковой. Концерты, абонементы в филармонию. И я вижу этот интерес. Людям надоело жевать жвачку. Люди понимают, что не все то, что в телевизоре оказывается, действительно заслуживающее внимание. А вот литература – это твой интимный разговор с писателем, твой диалог, в котором ты можешь почувствовать, правильно ли ты движешься, здорово ли ты живешь. Да. И, естественно, вопрос, который не могу не задать. Что еще? Какие новинки нам ожидать в 2017 году от издательства «Иксмо», и, в частности, из сегмента современной российской прозы? Вы знаете, новинок очень много, и все прекрасные. Начнем с того, что ожидается новый роман Виктора Олеговича Пелевина. Даже название пока не скажу. Чуть позже. Ожидается новинка Владимира Войновича. В прошлом году он блестяще выступил с романом-памфлетом «Малиновый пеликан». Сейчас пишется новый роман. Я не уверена, что в ближайшее время, но какие-то фрагменты из нового романа, мы, надеемся, опубликуем уже. Новая серия в нашем издательстве открывается за Людмилой Стефановной Петрушевской. И мы выпускаем новую ее книгу «Странствие по поводу смерти». Книга, которая будет состоять из повестей и рассказов. И вот та повесть, которая дала название книги, абсолютная новинка. И будем чередовать издания как новых, так и ранее публиковавшихся книг. Новый роман у Юрия Васильевича Буйда «Век превращения». Потрясающий совершенно роман. Плутовской роман. А в русской литературе мало плутовских романов. То, как он сделан, то, какой материал использован. Те прихотливые авантюры, в которые герой как щепка попадает, не оставят равнодушным никого. Далее. Новое произведение у Михаила Тарковского «Полёт совы». Это автор стоит особняком. Такая северная проза. Совершенно верно. Наследник великой фамилии. Он пошёл совершенно особенным путём. Это человек, который видит Россию не из столицы, а из глубинки, из Сибири. Он сам, по-моему, промыслом занимается. Он охотник. Он охотник, да. И вот, вы знаете, это тот взгляд на жизнь, на страну, на её путь, который совершенно не имеет ничего общего со столичными размышлениями на этот счёт. Поэтому чрезвычайно интересен. Мы начинаем новую серию. Критик Валерия Пустовая рекомендует. Таких серий, признаюсь вам, немного. Я не знаю таких серий. Мы сделали эту серию впервые. И вот скоро выйдет книжка Ольги Бешлей. История... Простите, забыла точное название. Моего друга из ФСБ. И другие истории. Потрясающий совершенно роман. Далее... Кого я ещё не назвала сейчас? А! Ирина Муравьёва. Автор всем хорошо известный. Уже никто не считает, что Ирина Муравьёва это та самая, которая снялась в фильме получившем Оскар «Москва слезам не верит». Это писатель абсолютно самообытный, обладающий уникальным почерком, которая узнаваема с первых строк, потому что так ритмически работать в прозе не может никто. Я иногда слышу чистый амфибрахий в её строках. Она написала уникальный роман, не похожий ни на что ранее написанное. Называется он «Сады небесных корней». Это роман, который вроде бы как связан с Леонардо да Винчи, но ничего общего с биографическим романом о художнике нет. Достаточно сказать, что раннее детство, по сути дела, младенчество предмет интереса автора. Материнство, любовь к ребёнку, божественная природа материнского чувства, вот главное, что в этом романе есть. Ну и много-много-много других. Так, к сожалению, уже наше время подошло к концу. Я думаю, что не последний раз в гостях издательства «Тексмо» у нас, и в частности, отдела современной российской прозы, он в нашей передаче о книгах. Конечно же, читайте хорошие книги, будьте лучше, дорогие друзья. Большое спасибо, Ольга, что вы пришли сегодня. Большое спасибо за ваш миссионерский подвиг, для того, чтобы широкая читательская аудитория познакомилась с интеллектуальной прозой, прозой современных российских писателей. До встречи в эфире на Радио Теос. Спасибо вам большое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова